Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Шаббат шалом. Драгоценная община. Рад видеть каждого в этом доме. Потому что действительно это огромное благословение. Вот, встречать шаббат в кругу общины. Это Божьи семьи, мишпахи. И слышать и Божье слово, да? И наслаждаться просто общением и принятием друг друга. Это тоже большая благодать для нашей жизни. Незаслуженная. Потому что многие люди не имеют этого, друзья. Давайте встанем перед чечением Торы. Барухата Адонай, хелхэну и мэлэхалла, машэр бихрабану, микольги амив, на танлану и тора то. Барухата Адонай, но тен хатора. Блосэн ты Господь, наш Владыка Вселенной, избравший нас со среди народов и даровавший нам Тору. Блосэн Господь, дающий Тору. Аминь. И сегодняшняя глава называется Итрон. Это шмот или исход. 18, 19 и 20 глава. В текущем разделе мы видим три таких глобальных темы. Это приход тестия Маше Итро в стан Израиля и его добрые советы по устройству судебной системы Израиля. Встреча Израиля с Богом у горы Синай. И дарование Богом Израилю десяти заповедей. Мощные такие темы. И все хочется. В рамках отведенного времени мы начнем с того, что Итро или Иофор в синодальном переводе так звали Тестя Маше. 18 глава начинается с того, что он услышал, то есть Иофор или Итро, что Бог сделал для Израиля и решил посетить Маше в его стане. А стан этот находился перед горой Синай. Прошло два месяца после исхода из Египта и Израиль расположился там. Он взял жену Маше Сапфору, перед тем возвращенную по каким-то причинам, ну наверное по причинам того, что там ходили по пустыне, двух сыновей и пришел в стан Израиля возле горы Синай. Мы видим, что в результате свидетельства Маше о том, что Господь сделал с Израилем, как он вышел из Египта, какие чудеса и знамения были, Итро признал величие и верховенство Бога Израиля. Более того, он принес жертву всесожжения, которая очевидно была известна народам того времени. И она символизировала желание человека посвятить себя Господу. Можно утверждать, что Итро был фактически фигурой, связывающей еврейский и нееврейский мир. Он стал первым неевреем вне Египта, который принял Бога Израиля. С него началась священническая миссия еврейского народа. То есть Израиль послужил ему, а он, как представитель нееврейского мира, послужил Израилю. Так оно и должно быть, это замысел Божий. И сегодня я хочу немного, если мы начали о священнической миссии, я хочу как раз поговорить о священнической миссии Израиля и каждого еврея. Потому что в контексте сегодняшнего раздела Торы Бог сказал Израиль. Это исход 19.6. Ну, 4.6. Вы видели, что я сделал египтянам, как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться глазом моего и соблюдать завет мой, то будете моему делом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы, ну это известно всем строки, будете у меня царством священником и народом святым. То есть вы будете у делом, святым народом, отделенным для меня царством священником. Это был замысел Божий, благодаря близости Израиля к Богу, знание его сделать евреем, евреем народом посредником между всеми народами, ну между Богом и всеми народами земли. Потому что между человеками человек посредник, а между народами должен быть народ. Потому что люди, народы, они смотрят на народы. Вот как мы смотрим, например, на Швейцарию и говорим, ну классно, вот нам бы так жить, да, чтобы у нас все было, из-за этого ничего не было, вот как в Швейцарии. Вот, то есть это вот как бы вот они что-то показывают, да, точно так же. Вот и народ Израиля, он должен был являть своей жизнью, своей святостью, своим поведением, он должен был являть всем народом Бога Израиля. То есть они должны были научить другие народы ходить перед Богом. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Это призвание священников, это призвание каждого еврея, да, это призвание еврейского народа хранить ведение. То есть хранить все, что Бог сказал Израилю и что они должны были передать другим народам. Закона. Закона, это имеется в виду заповеди его, да, то есть как вести себя в конкретных ситуациях, принципы, да, законы, принципы. Это не просто закон, вот, типа там, одеваться так или нет, нет, это больше относится к моральным принципам взаимоотношений между людьми. Потому что он вестник Господа Саваофа. И в другом месте, это я из Малахии 2.7 вам прочитал, а в другом месте, тоже одно из любимых моих стихов, они должны учить народ мой, то есть священники, отличать священное от несвященного и объяснять ним, что нечисто и что чисто. Понимаете, мы должны, люди должны знать, что на самом деле является чисто, нечисто, что правильно, неправильно. Как-то вспоминаю одну пожилую женщину, она говорит, вот, когда вот хранить надо, чтобы вот эту иконку так несли, вот так несли, потому что это правильно. Понимаете, но на самом деле мы же понимаем, что не это правильно, да, что не это главное для жизни ничего, не от этого зависит жизнь и смерть человека. Правильно, вот, понимаете, поэтому надо понимать, что есть чистота, что есть правильность. Я не говорю о диетарных законах, я говорю опять же о морально-нравственных законах. Понятно, что священники, они должны были, ну как вот, я вот буквально мазками, служить мне, соблюдать стражу мою, это Господь говорит, приносить мне токи кровь, по уставам моим судить народ, наблюдать постановления моих всех праздников, моих свято хранить, субботы мои, да. Да, ну прежде всего, друзья, прежде всего хранить ведение, да, учить закону, да, и отличать священное от несвященное. Друзья, ну для этого священники не сами должны это знать, понимаете, сразу ответственность, которая налагает на нас. То есть мы не можем сразу прийти, там, ничего не зная, не понимая, священник. Вот, я, ну то есть мы должны понимать, что есть ответственность и нам надо возрастать, да, прежде чем мы скажем священник, что я священник, или, ну, женского пола или мужского, у нас нету разницы, значит, то мы должны что-то, что-то знать, понимать и являть своей, своей жизнью. И, как я вижу, согласно Писанию, эту священническую обязанность среди народа должны были нести прежде всего главы семейств своих семян. То есть задумку шабата понимаете, да, ну прежде всего это было так у патриархов, они несли священнические функции, потом это перешло благодаря заповеди шабата на глав отцов. Но я вижу также то, что священниками в Скинии должны были стать не львиты, а должны были стать первенцы, потому что Господь сказал, ибо все первенцы мои у сынов Израилев, от человека до скота, в тот день, когда поразил всех первенцев в земле египетской, я осветил их себе, отделил, да, для себя, они должны были быть священниками, ну я так понимаю. Вот, первенцы по Божьим установлениям это начаток силы, это залог того, что все остальное тоже будет таким же, понимаете? То есть это как печать такая, первенец. Вот, если первенцы служат Богу, то что все, то и остальные сыновья, что будут делать? Служить Богу, это залог того. И это действительно красоту замысла, друзья, вот прочувствуйте эту красоту замысла, я не сразу ее понял, через десятилетия я понял вот это вот, что смотрите, одно дело львиты возвращаются в свои 48 городов, а священники в 13 городов, отведенных для них, да, и они как бы несут свою службу по научению народа на выходе, а другое дело, после своей череды возвращается первенец в свою семью, да, и братья его слушают, они смотрят на него, вот, и он рассказывает о чудесах, о том, что происходило, да, о том, как Бог действовал, там, и так далее. Вы понимаете, насколько вот, как вот это вот близко все становится к каждой семье, вот, и не просто приходит, вот, как Самуил приходил учить потом свой народ, там, ну, он ходил поселением, а в каждой семье свой священник. Ну, всегда на пути божьих замыслов становится грех. В конце концов, Бог всегда побеждает, скажем на это, аминь. Ну, и еврейский народ, и, как также и верующие, все в Ешуа Мессию, они все будут священниками, потому что по-другому не бывает. Ну, вмешался грех, это растянулось на столетия, на тысячелетия растянулось, вот, и, конечно же, это не способствовало, ну, то, что левиты стали левитами, вот, а священники, ну, из них стали брать священниками, это все хорошо, но это уже, скажем так, промежуточный такой этап. Но, на самом деле, замысел Бога, чтобы все были священниками, и об этом говорит Брид Хадаша, ну, вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшегося из тьмы в чудный свой свет. Царственное священство. Ну, царственно-то не то, что там-то царских этих, а священники царя имеется в виду, так что нам надо думать по мере веры о себе, не так высоко. Вот. В этой же главе там такие же слова. «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». Оказывается, Бог не забыл свой замысел. Он не забыл. Пришло время Брид Хадаша, пришел Ешо, да, и он говорит, весь народ должен быть священниками, поддерживать порядок в Божьем доме, потому что вы дом, да, и там очень много в посланиях апостолов сказано, как порядок поддерживать. Точно так же, как во времена Танаха, да, во времена Торы, Бог учил поддерживать порядок. Точно так же Он учит нас порядок, поддерживать порядок в доме Божьем, который есть Его община. Вот. Ну, и приносить жертвы, кстати, мы должны. Никуда это не делалось. Вот. И в собранном виде я пришел, я нашел перечень этих жертв в библейских комментариях, духовных жертв. Это в комментариях Нового Завета Ульяма Макдональдса. Я вам быстро перечислю их, я уже подхожу к окончанию. Смотрите, вот какие духовные жертвы. Представление тела в жертву живую, святую, угодную Богу для разумного служения. Это акт духовного поклонения. Жертва хвалы, то есть плод уст прославляющих имя. Жертва благотворительности, не забывайте, также благотворение. Это жертва благоприятная Бога. Это я не говорю, с каких можно найти. Жертва общительности. Другой перевод. Не просто вот поболтать, немножко не так. Как там соучастие и общение. Понимаете, это более глубоко, это другое. Соучастие, прежде всего, и общение. Она упоминается, рядом же здесь, жертва благотворительности. Макдональдс ее почему-то не упомянул, но я упомянул ее. Жертва имущества или денег. Это жертва также благоугодная Господу. Не надо забывать и десятин приношений, тем более сейчас мы строим дом молитвы, и все это дело надо. Десятины десятинами, приношения приношениями. Жертва имущества и денег. Жертва служения. Павел говорит о своем служении язычникам, как о священническом приношении. И такие жертвы, как было упомянуто в 1 Петра 2,5, они благоприятны Богу, Ешоа Мессии. Почему? Потому что только находясь в Ешоа Мессии, мы можем приблизиться к Богу, и только Он может сделать наши жертвы благоприятными Богу. То есть вы понимаете, о чем я говорю? Мы не можем сами при себе, только находясь в Ешоа Мессии. Все наши жертвы, даже самые прекрасные, идущие из глубин нашей прекрасной души, на самом деле, когда Бог их оценивает, Он видит, что они все-таки испорчены немножко грехом. Ну, признаемся себе, да? Иногда мы Бога впечатлить хотим, иногда хотим чего-то заслужить, и так далее. Всегда этот человеческий моментик, Он, к сожалению, присутствует. И это все убирает наши жертвы, они очищаются только в таком случае, если это все происходит в Ешоа Мессии. И раньше это делал священник у него, помните, на Кедаре у него была такая табличка золотая, «Святыня Господу», да, «Святыня Господня». Вот, теперь это делает Ешоа Мессия благодаря своему первосвященническому служению. Ну и последнее, но самое важное, наверное, что нам говорит о том, что мы находимся в Ешоа Мессии? Конечно, об этом говорят не только наши духовные ощущения, переживания, потому что некоторые считают, что этого достаточно. Немножко не так. Об этом говорит, прежде всего, Писание, Бритхадаша. Вот, смотрите. «И кто сохраняет заповеди Его, то есть Ешоа, тот пребывает в Нем, и Он в Том». Вот никуда от этого не уйдешь, понимаете? Вот чтоб ты не говорил, что я очень духовный, что я переживаю, я вижу видение там, и сновидение, и Господь говорит, и с Ним я хожу под ручку. Но от этого никуда не уйдешь. Вы понимаете, зачем я говорю, друзья? Надо знать заповеди, и надо исполнять заповеди. И заповеди, они, Бритхадаша, их тоже немало, уже не говоря о десятисловии и так далее. И там же сказано, если кто Духа Мессии не имеет, тот и не Его. То есть, находится в Ешоа Мессии, находится тот священник, да, тот, кто имеет Духа Божьего в себе, да, и тот, кто исполняет Его в записи. То есть, это рожденный свыше человек. Вот таким образом, друзья, да благословит нас Господь, Господь в хождении перед Ним, и да благословит Он еврейский народ, да, каждого еврея, вот, кто должен быть священником. И благословит нас, дабы мы действительно понимали свое призвание и могли в этом призвании, могли служить Господу, ну, согласно Писанию, как Господь этого хочет и желает для нас. Аминь. Давайте прославим Господа. Аплодисменты. Осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере, они будут приводить к большим переменам.